Что же можно сделать в активный период проекта, когда у нас уже все классно поехало? Какие могут быть видео? Во-первых, это обновление видеообращений. Особенно это актуальная история, если вы, например, очень ярко стартовали и очень быстро все собрали, и вообще уже, может быть, даже все собрали, а вам еще нужно как-то вообще объяснять, зачем вам еще деньги. В этом случае есть смысл обновить видеообращение. Или наоборот, проект буксует, и нужно снова привлечь внимание к нему. Воспользуйтесь дополнительным видео, которое вы просто обновляете. Ролики в поддержку. Когда известные медийные лица, например, лидеры мнений, блогеры, актеры и так далее, музыканты, записывают видео, где они говорят, что вот эта-то команда, она команда, вот их-то надо поддержать, зря вы сидите на месте, быстрее-быстрее идите к ним. Я думаю, что здесь все понятно, когда известный человек высказывается о вас в положительном ключе, значит, вы не просто с улицы пришли, а вы серьезные ребята. Первые отчеты о проделанной работе. Мы вчера собрали первые 25%, первый день, это вообще отлично, здорово. Дальше у нас еще впереди очень много интересного. Мы в силу того, что так быстро собираем, решили добавить еще это, 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 ну и так далее. Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, хочу всех поблагодарить, кто поддержал нас и принял участие в нашей акции на сайте планеты.ру. Во-вторых, мы вот недавно обнаружили фотографии, уникальные достаточно, с фотосессии, самой первой, которая предшествовала выходу альбома «Первый круг». Вот, и мы хотели бы частью этих фотографий с вами поделиться. Ну и подписать их для вас. Мы уговорили группу такую штуку сделать, и они ее реализовали, вот такую идею. У них просто очень быстро закрылся проект, естественно, разобрали тут же вот эти фотографии. Они были не очень дорогие, тем не менее, там вообще все очень быстро ушло в проекте. Очень круто работает. Видео, не имеющее прямого отношения к проекту, но которое демонстрирует работу всей команды. Когда вы запустили проект, и он уже в активной стадии, у нас есть такая функция новости проекта. То есть это такие обновления, которые дают понять аудитории, что вы не сидите на месте, у вас работа кипит, горит, ну как вот, не назови. Вы что-то параллельно еще делаете. Работаете над своей идеей, мало того, что деньги собираете. И вот такие вот ролики, они помогут продемонстрировать это еще и визуально. Как это часто бывает. Музыканты снимают ролики, которые демонстрируют, как они репетируют, как они пишут песни, как они сейчас записывают там первые там репетиции, как они будут записывать голос или еще не знаю, как они там еще что-то делают. В видео это наша команда собралась, смотрите, как мы здорово делаем раскадровки обновленные или еще что-нибудь. Ну и так далее. Насколько посещаемые эти новости? Они куда-то же запрятаны там внутри, кто их видит? Они не запрятаны внутри, они видны прямо на интерфейсе вашей компании, на вашего проекта. Там написано такое новости. Эти новости уходят тем людям, которые вас уже поддержали, во-первых, напрямую. То есть если у вас есть что-то интересное, люди благодаря этой новости могут прийти и поддержать вас повторно. Это бывает очень часто. Особенно под конец проекта, если у вас что-то там буксует и нужно еще дополнительную поддержку получить. Еще это очень хорошо работает на ту аудиторию, которая прекрасно знает интерфейс планеты. Потому что когда жители нашей, повторюсь, планеты, извините, гуляют по сайту и заходят в проект и понимают, что там что-то нет совершенно новостей, они понимают, так, что-то, короче, ничего они не делают. Значит, написали тут, собирают 300 тысяч, а сами засели куда-то там, не пойми где. Вот такие новости являются индикатором того, что вы действительно работаете. И это позволяет привлечь ту аудиторию, которая ходит вокруг да около, она знает о вашем проекте, например, но еще не очень уверена, что готова вас поддержать. Дальше. Видеоотчеты с мероприятий в поддержку проекта. Если вы организуете какое-то событие, встречу с теми людьми, которые вас уже поддержали, запишите короткое видео, короткий видеоотчет о том, как это было. Покажите счастливые лица людей, которые чего-то там уже, может быть, получили, но это нужно делать только, если вы уже собрали половину. Ну, то есть помните, да, у нас правило, что вы получаете деньги, если собрали хотя бы 50%. И это гарантирует вам получение денег. Соответственно, вот эту штуку нужно делать, когда вы четко понимаете, что деньги у вас будут. Ну, чтобы никому не было обидно, как минимум. Ну и, наконец, ролики, нацеленные на продвижение конкретной акции. Я не знаю, придумали это мы или нет, но мне очень приятно думать, что это придумали мы. Давайте будем, давайте все дружно решим, что это было так. Это продвижение какой-то конкретной вещи. Например, очень часто это делают с какими-то дорогими лотами с целью привлечения внимания аудитории изначально к ним. Но когда люди приходят и говорят, ух, хочу гитару, конечно, но она что-то тридцатку стоит, я… Нет, не готов. Они смотрят на другие акции и понимают, что там еще куча всего интересного, оказывается, имеется. И я могу еще какие-то другие штуки получить. В итоге мы вроде как продвигаем конкретную дорогую акцию, а побочно люди сметают все остальное. Это действительно очень хорошо работает. Дорогие друзья, я хочу представить вам этот исторический инструмент. Я не могу сказать, что это прекрасный музыкальный инструмент, но в свое время он очень сильно мне помог. Это китайский ибанес. Недорогой. Но затем я записал кучу всяких прекрасных песен. Как мы видим из этих надписей, и как вы слышали только что, потому что я играл, и как вы слышали только что, потому что я играл, песня Увербердл, песня Боу Болези, песня Гитара, песня Никогда, песня Давай Разведемся, Заменитый басовый эскиз И ещё многие-многие-многие другие Также, конечно, я понял, что важно обозначить главный месседж Который я несу всем тем, что я делаю Я вам спою Эта картина передаёт всё то, что я хочу передать вам Я вам спою Дорогие друзья, участвуйте в нашей акции Приходите на наш концерт До новых встреч. Ура! Естественно, это работает не только с музыкальными проектами, просто у них примеры самые яркие, и я решила их привести. Субтитры создавал DimaTorzok